Интеллигентна и умна! Любите море и путешествия, да? Девиз всему свое время. Море и путешествия, да? Вы хотели бы жить возле моря? Я живу в море. Вы живете возле моря? Вы в Керше живете? Нет. А где вы? Уже 7 лет на российский. Давайте поприветствуем на российский. Павел, что вы скажете на российском? Нормально. Нормально? Мне пофиг, у меня нет жилья, я как бы передвигаюсь там, где вот есть, да? Здесь есть все жилье, здесь все в порядке. Молодец. Есть квартира? Молодец. Да, давайте поприветствуем, Павел. Михаил, что вы скажете, пожалуйста? Ну вот, новороссийский. Готовы ли вы уехать с человеком, понимая то, что вы любите его? Бросить бабушку Зину, бросить соседа, бросить свою собаку, кошку, вот всех бросить и поехать в новороссийский? Ну, в данный момент, конечно, нет. Вот, новороссийский. Да, нормально работает. Алло. Новороссийский, конечно, хороший город, но не для меня. Для меня город Керчь, вот. Самый родной, самый близкий. Патриот. Да, патриот. Но видно по внешности, что патриот Керчьи, наводи. Про парней, информацию про парней, что есть, я вот не могу найти, что наши парни? Ну, раз мы там в путешествии, можно зададим вопрос каждому участнику. В какой стране хотели бы они жить и почему? Жить и почему, да. В стране, в городе жить и почему. В какой стране вы хотели бы, в идеале? В какой стране вы хотели бы жить и почему? Да. Тимур, что скажешь? Твое сердце мне мешает. Я уже живу в идеальной стране. В идеальной стране. В Российской Федерации. Давайте поддержим. Девочки, что, готовы? Нравится вообще Россия? Готовы здесь остаться? Я готова остаться в Крыму. В Крыму? Не в России. Не в России. Крым – Россия. Крым – это отдельная страна, видимо, да, у нас здесь. Столица Керчь. Отлично, да. Да, продолжаем. Вообще, везде хорошо, где нас нет. Мы не ценим всегда, что мы находимся там, и мы не должны быть. Да, в России. Мы специально этот вопрос задаем, потому что Путин попросил нас, говорит, ну, здесь вот идет прямая трансляция, и я должен знать все-таки мнение людей, которые стреляют, да. Ну что, Надежда, давайте отвечайте. Отвечайте. Мой любимый город – это Анапа. Анапа? Да. Почему? Там прошла моя юность. Вообще любимый город. Нравится. Я бы хотела жить там. Да, надо. Да. С кем? С семьей. С семьей. Давайте поддержим. С семьей. Так, Ольга, дайте информацию про мужчин. Давайте посмотрим и вспомним немного фактов про них. Да, где наши мужчины. Итак, я напомню, я напомню, что Михаил – кондуктор в троллейбусном парке. Давайте поаплодируем Михаилу. Это все решило, да? Михаил, возьмите микрофон. Кондуктор в троллейбусном парке. Да, кондуктор в троллейбусном парке. Зарабатывает 15 тысяч минус налоги. Вот, получается, 13 500. Но только не надо смеяться, потому что есть еще и левачок. Потом где-то кто-то забыл одежду, там, что какие-то вещи ценные. Понимаешь, кто-то, ну, билетик не додал. Ну, то есть, вот эти вот все. Так двадцатка и выходит. Так что, ребята, давайте подержим эту боль просто. Двадцать тысяч рублей. Я бы еще хотел отметить, что Михаил умный, красивый, добрый, честный. Но здесь он в лугах, да? Честный. Какого он честного подбирает там вещи у себя? Отдых на природе, люблю красивых и умных девушек. Мой третий сексуальный опыт, это важный факт. Почему третий сексуальный опыт? Расскажите, пожалуйста, только в рамках сегодняшнего телешоу. Смотрит 150 тысяч человек. Это чисто на скерчь и напомнил на сегодняшний случай. Итак, Михаил, прошу. Да, первый секс был такой себе, так сказать не очень. Вы сами знаете, у всех был такой. Вот, второй, ну так себе, а вот третий мне запомнился. И это третий, последний. Сегодня он рассчитывает на четвертый. Не подбирай ничего, Михаил заберется. Если говорить последний, нужно говорить крайний. Если последний, последний правильно говорить, да. Михаил, давайте еще посмотрим, поговорим. Тимур, строитель рабочий, оптимист, пофигист, похерист. Увлечение работа, девиз не шагу назад, мы это помним, да? Все вот прям так, как есть. Как вы работаете вообще? Если, в принципе, мне без разницы. Что там, работа, пришел, да? Неважно, куда идти, что делать, да? Работал, ну. Что делать, работа, что там, начальник, да? Давай дальше, иди общайся сам собой. Я говорю, все, как вы работаете еще тогда, получается? Вы же строитель. Ну, строитель-то важный человек, понимаете? Вот приходит он на объект, он говорит, так, ребята, вы здесь устали, все подобрали, вот этот фундамент, давайте бетоним, мешок, а этот, да, ребят, давайте, ну, в общем, сами когда-то, да, приду. Да, то есть вот так это происходит? Для этого шеф есть. Для этого шеф есть. А строитель для чего? А строитель строит. Строит. Строитель строит, а шеф вот на шефу. Дайте, пойду послую шефа, отдам, ты, может, мне, по-моему, шефа. Шеф, шеф. Шеф. Шеф, овощи. То есть, на работу, чтобы поцеловать, ты не я. Я же, не я же строитель. Ты чего? Ты опрос. Ты чего? А, Павел! А почему нет информации про Павла? Есть информация про Павла? Павел, расскажите про себя немного. Возьмите микрофон, Павел. Все хорошо. Ну, посмотрите, вот здесь вот пофигист, вот здесь вот человек, который вообще не отстреливает ничего, вот здесь вот, ну, умный, вот, красный, интеллигент, кондуктов. Вы кто? Скромный. Скромный? Да. Скромный? Очень. Очень скромный. Почему вы скромный? Когда... Скромный директор. Смотрите, вот здесь вот третий сексуальный опыт вот запомнил человека. А вы почему скромный? Нет, я просто... Классно пообщались, Павел! Спасибо большое! Это... Это просто... Приходи на следующее шоу, я тебя прошу, ну такое просто! Не закрыть тебе рот, Павел! Ай, молодец! Давайте Павлу поаплодируем, молодец! Прям... Сердечко возьми, Павел! Повеселее, проекторнее картину здесь, но в общем ту жизнь. Итак, был последний вопрос о девушек. Парни, давайте, финал. Финал, и совсем скоро мы будем делать выбор. Да? Да. Мы же не знаем друг друга. Нет. Конечно. Не знали. Мы же не знаем друг друга. Итак, финальный вопрос. Павел, кстати, да, Павел будет задавать, потому что Павла же не успокоит прям. Такой живчик. Выстреливай прям. Давай, Павел. Все хорошо, Ольга? Вы передачу наше закрыли, что ли? Я могу поменять, да? Павел, последний вопрос. Дядяшек, она же касается. Почему вы здесь? Смотри, Павел, посмотри. Михаил задал вопрос. Тимур тоже задавал вопрос, да? Задавал вопрос какой-то там был, да? А Стаса, ты? Павел, ты же Павел. Ты сам же Павел. Лучший среди всех. Павла же ты. Паша, Паша. Вопрос тихо, разбивайте. Не оставайте, у него вопрос есть. Тихо. Давай. Он полисообразовый, понимаете? Чувствую чувство юмора. Как ты? Юморист. Это вопрос? Как вы к юмору относитесь? Давайте так. Если Павел, типа, придет в компанию, в свою компанию друзей и представит. Слушайте, пацаны, мужики, смотрите, мужики, смотрите, вот это, вот это Виктория, и это та девочка, которая не давала мне три ночи спокойного сна. Ну, согласен, шутка-херня, но вот как-то так необычно представил. Как ты необычно представил, он тебя, ну, пошутил в компании. Как вы отреагируете на такую шутку? Ну, типа, ты что? Ну, Павел, ты чего вообще, что ли? Почему не посмеялся тогда, когда я сказал? Херня. Я согласен. Так, к юмору нормально с юмором, да, вообще? Пойдет, да? Что скажешь? Пойдет. Что пойдет? Павел, пойдет. Куда? Молодец. Молодец. Так, ну, давайте. Что, к юмору как относимся? Нормально? Можешь шутить? Да, да. Или так? Да, да. Пойдет. Так, все, мужчины, поднимайте руки, аплодируйте девушкам. Все, что, давайте. Девушки, аплодируйте мужчинам. Ольга. Моя очаровательная Ольга. Я надеюсь, что наши участники познакомились, узнали друг друга. С одной стороны. Павел с другой стороны узнал друг друга. С одной стороны. Я думал, кто-то... Да, да. Павел Березский узнал, что он есть, что он добрый. Про юмор поспрашивал, да. Я надеюсь, что у каждого мужчины уже есть в голове образ девушки, с которым бы хотелось сегодня провести вечер. Возможно, забрать все подарки от ресторана «Вкус жизни». Ну и самый главный приз – это романтический ужин. Павел Березский узнал «Вкус жизни». С уважаемыми участниками, мы готовы вам предоставить важный элемент, документ, на который вы зафиксируете свой правильный ответ. Все очень просто. Давай. Нужно просто записать... Нужно просто написать имя того человека, который вам понравился. С которым вы бы хотели пообщаться. После нашей передачи, во время нашей передачи. Провести ночь с этим человеком. Уехать на Байкал, возможно. Итак, прошу. Мы делаем это в тайне. Вы видели Михаила, которая... И так, прошу, делают выбор мужчины. Делают выбор наши девушки. Виктория сделала свой выбор. Выбор у меня находится в правом росте. Вот здесь. Вот я прям никому не покажу. Все здесь. Это тайна. Михаил. Михаил уже написал имя, но решил такой, нет, нет, нет. Я передумал. Мое будет в сердечке. Это мое. В сердечке это мое. Я не подписывал, что это я. Ты не подписывал, что это ты, да? Да. Ладно, подпишите, кто от. От кого, да? Вот, Виктория, как я догадаюсь. Вы чего, Виктория? Давайте еще раз. Итак. Вот я на вкус жизни. Я напомню, что прямой эфир. Миллионы людей сейчас смотрят телеканал Керч. Это уникальный телеканал, который не существует. Который не существует, но он есть все-таки. Вы знаете, у нас романтическое шоу «Любовь с первого взгляда». Это новое шоу, которое никто, только мы придумали. Никто, понимаешь? Мы это придумали и сегодня сделали. И мне кажется, что у нас все получилось. Участники великолепные просто. Девушки, красотки, мужчины. Ну, это мечта. Мечта любой дамы просто. Я уверен, что сегодня мы будем встречать овациями победителей. Но сначала мы увидим пары, которые совпали. Возможно, никто, никто не совпал. Но для этого нам нужно буквально две минуты. Виктория, ты мне будешь помогать. Виктория, я говорю. Виктория, ты мне не будешь помогать. Ольга, ты мне будешь помогать. Давайте. Телеканал Керч существует. Керч ТВ. Давайте поддержим. Я вас прошу, больше никому не показывайте, потому что... Ну, это такой... Керч ТВ, бог ты мой. Керч ТВ, да? Итак, девушки, мужчины. Компания, это романтическое шоу «Любовь с первым взглядом». Сегодня вы по очереди будете делать свой выбор. Каждая девушка должна назвать мужское имя. Если что, есть четвертое имя, это я, ведущий Андрей, да. Если что, выбирайте меня. Я понимаю, что здесь, как бы, очень сложно, но... Есть я и мой диджей Евгений. Мы готовы с ним уехать с вами далеко-далеко. Это все шутки. Вы понимаете, все шутки. Мы выбираем среди этих лучших мужчин. Да. Мы сегодня делаем выбор. Кто вам понравился. Кто вот... Из-за кого сердечко начал стучаться чуть-чуть громче. Так усилился сердцебиение, понимаете. Быстрее встал. Вот у меня, знаете, какое сейчас сердцебиение? Я это же озвучил. Видите, куда? 84. Да? 84. Это значит, что я в кого-то влюбился. Я влюбился в маску жизни. Вы самые лучшие! Ольга в панике. Боже мой, срочно! Камеру встоп! Так, камеру встоп! Камеру встоп! Да, Ольга, что произошло? Ольга, тут такое! Там написали все-таки Андрей. Да, тут написано. Да, вижу. Первый выбор есть, я вижу. Андрей, да. Да, да, да. Вот, скорее всего, что участники будут произносить... Орально свой выбор. Да, потому что тут не совсем понятно, кто есть кто. Ага, да, непонятно. Потому что два имени мы не знаем от кого. Надо было сверху, чтобы вы свое имя написали. Свердей. Свердей начнем, да? Хорошо. Тогда я напомню, что сердечко, номер... У нас же есть эффекты, вы понимаете? Мы прям постарались. Нужно, чтобы все получилось. Ты знаешь, где номер один, два, три, четыре, пять? Да, да. Хорошо. Тогда прошу тебя. Аплодируйте Ольге. Ольга, это моя своя ведущая. Ольга, будешь создавать эффекты загорания сердца. Поверните, пожалуйста, вот так вот. Я безумно переживаю. Итак. Начнем с девочек. С мужчин, да? С мужчин, конечно, мужчин. Павел, давайте мы с вас начнем. Музыку мы убираем с интригой, Павел. Ну, конечно, нужно почему. Не просто я выбираю Андрея. Но он просто лучше. Нет, почему? Смотри, Гарри. Итак, Павел, прошу. Виктория. Виктория! Паплодируйте, Виктория. Почему Виктория? Вторая машина на нее. Вторая машина на нее? Ну, на маму, на нее. У тебя есть второй автомобиль, да? Купим. Купим. Завтра, сегодня поедем. Купим. Бэушную, шестерочку купим сейчас. Нет, нет. Нормально? Отлично. Давайте поприветствуем Павел. Выбрал сегодня, выбрал Викторию. Виктория. Виктория, не торопитесь. Да, Виктория. Очень сложный выбор. Я это понимаю. Но кто же вам понравился? С кем вы готовы пообщаться, поговорить, узнать поближе этого человека, это... Михаил. Михаил! Вот это да! Михаил в шоке! Он, мой боже, это самая счастливая идея в моей жизни. Все в шоке, да? Спросил, почему? А, да, прошу, почему Михаил? Я просто здесь уже думаю... Да, почему Михаил? У меня тренингусный парк, прям по дому. Удобно. Удобно? Мы уже на работу, да? Вот, у них, да, варите. Загнаю всех поскидывать. Нет, ну, если серьезно, хорошо. Троллейбусный парк. Троллейбусный парк, да. А если он там не работает? Завтра он увольняется такой. Где увольняюсь? Что будет тогда? Ну, представляешь, вещей вечером, привозят новых, билетики, бесплатные, но одни плюсы. Я понял, у вас двоих кукушка полетела, я понял. Хорошо, давайте поддержим, пожалуйста, Виктория и Михаил. А, подожди, Виктория выбрала Михаила, да? А вот кого же выбрал Михаил? Михаил, ты очень страшный выбор сейчас будет. Ну, давайте я попробую вот здесь вот даже почувствовать эту интригу. Михаил, давай, пожалуйста, сначала не имя, а вот почему. А потом в конце имя. Давай, прошу. Потому что мне понравилась эта девушка с первого взгляда, причем, вот, и, собственно, поэтому я ее и выбрал. Это! Валерия. Ой, я не знаю, поздравлять вас или нет здесь. Здесь как бы сломанный момент такой. Я не поздравляю с самого парка. Валерия. Давайте поддержим Валерию. Валерия. С первого взгляда. То есть вы заметили взгляд Михаила вообще, когда он... Игла, струй. Струй, игла, струй, да? Игла, струй. Игла, струй. Игла, струй.